У меня, короче говоря, цель в жизни, я хочу быть самым скучным человеком, а у меня просто не получается. Я стараюсь быть скучным хотя бы в том, что я контролирую. То есть я сижу дома и бухаю. Это очень скучно. А что такое, почему так заперся дома? Я интроверт. Но с другой стороны, мне нравится писать в Твиттере и выступать, поэтому такая дуальность. Мне, с одной стороны, это очень нервно не нравится. Мне не нравится волнение, которое с этим приходит. Но мне нравится, скажем так, всё равно быть классным, популярным. Мне тоже нравится, поэтому я через силу себя заставляю этим заниматься. При этом я астматик, поэтому мне заболеть короной заказано. Мне не надо болеть короной. А прививку ты не сделал? Поэтому я пытаюсь пересидеть. А ты, получается, домой провёл какой-то кран с бухлом, да, и ты открываешь у тебя? Да я просто заказываю его. Ну, типа, с 8 утра можно заказывать бухло. Я заказал себе водки, колуа и сливок, и, короче, делаю белого русского. И не норм. Звучит заебеть. Слушай, блин, да ты... Молодец. Слушай, а ты же вообще не с IT начинал, насколько я помню. Ну, я начинал с геймдева. Это типа IT. Делаешь то же самое, просто геймдев. Или не с программирования? Типа, не с... Не с программирования. Я был тимлидом дизайнеров сначала. Фига себе. А что ты геймдев делал? Наверное, какими-нибудь мобильными... Time Zero. Я 15 лет назад был, я делал Time Zero. Погоди, погоди, это что-то... Это что-то классное же. Ну, когда была мода на MMORPG-шки, было несколько крупных игроков. Самый первый, это бойцовский клуб. Ну, были до него, но, типа, самый известный в России, это БК. Собственно, из БК выросли Time Zero и Территория. Я перепутал, прости. Нет, это... Да, это не крутое. Соответственно, после... После восьмого года их все... Ну, или после седьмого года, я, честно говоря, уже не помню точные даты, но всё это купило мыло и слило в один большой конгломерат. Ага. И дальше они снова распались на несколько студий, это Game Insight, Nextors и ещё что-то. Да, я помню, я писал про эту статью, когда я ещё подписывал в Игроманию, и у меня было задание редакционное написать про... Ну, такую, знаешь, типа, что-то вроде истории геймдева. Написать про все самые большие компании, что получится. А так как я работал в Game Insight, я и не любил их, я написал такую самую, знаешь, злобную статью. Вот полез во все вот эти их хитросплетения, того, как они распадались, сливались, перекупали друг у друга студии и прочее-прочее. Ну и, конечно же, мне с этой статьей сказали, пошёл нахер. Кто её публиковать нам не даст. Да, я тоже не любил все эти разборки между директорами. И, собственно, я как раз пал... Это единственное моё увольнение вообще за всю карьеру, когда я пал жертвой этих разборок. Как это было, типа... Кто-то где-то кому-то сказал, что ты неправ, и тебя выгнали? Там был директор по развитию, он накапал, типа, исполнительному директору, что я работаю на самом деле на IT-территорию, сливаю им данные, поэтому меня с позором выгнали. Я такой, нифига себе, я ж не знал. Было очень странно. С тех пор я очень... Не то чтобы аккуратно, но, скажем, с тех пор мне вся эта тема не очень нравится. Там реально почему-то был какой-то клубок змей. Прямо люди, все вот эти... Директор то, директор это, директор это очень сильно и под друг другом воевали, это было страшно некрасиво. Очень своеобразные люди, да. Ну, то есть я тогда даже был мелким, у меня там все классно, геймдев, я же делаю игры, круто. Поэтому я как-то на это не особо внимания обращал, а потом вот так попал. Ты не хотел попробовать геймдев дальше, например, вот в этом ААА? Понятно, что его у нас нет. Мне как-то не заходило ни разу. Ну, я пробовал в качестве фаундера. То есть я хотел сделать свою мобильную студию, ну, типа, выпускать тоже всякие Матч-3 и прочее герьмо. Не зашло. Ну, это немножко не то. А это, знаешь, вот в Твиттере есть всякие срачи, хочу работать, чтобы, типа, вот меня взяли, не спрашивали, типа, вовремя платили и прочее. Вот я так сделал, я нанял чувака, он ни хера не сделал, деньги ему, естественно, заплатили, и, в общем-то, бизнес оботкросился после этого сразу. Только дизайнеры молодца, они все сделали, да. Ну, как бы, если ничего не работает, то хер кому этот дизайн нужен. Ну, а не знаю, уехать в какую-нибудь ближнюю Польшу, например. В Польше сейчас много АА, которые делают не матч-3, а что-то чем... Ну, во что, блин, интересно поиграть. Ну, я уже перегорел этим. Плюс я в Польше уже не буду котироваться. То есть, совокупность геморроя из-за переезда, из-за, там, потери должности, связи и прочего, оно все меня сильно расстраивает. Я вот видел... Я надеюсь дожить, чтобы у нас было хорошо. Я тоже все время на это надеялся. Ну, я видел, что у меня там знакомые темлиты приезжали, будучи темлитами у нас, или в Беларуси, или в Украине, куда-нибудь в Польшу, или в Англию, в Ирландию. Протан, это нужно какой-то нереальный уровень седоустремленности, потому что говорят же, что начальникам устраивается очень тяжело. Ну, здесь немножко на другом. Они все на любви к играм вылазили. Я помню, когда я работал в галерии, которая продавала нас пачками в Microsoft, вот менеджеров у них продавать никогда не получалось, потому что, типа, на Западе к менеджерству такое отношение, что тебя собеседуют, трахают. Помнишь, мы же говорили, что в геймдеве вообще абсолютно другое мировоззрение вообще на твою жизнь, на работу. Вот вы сейчас обсуждаете, вот вам все это. Ну, типа, вы вообще не про работу говорите, когда говорите про работу. Вы говорите про все, что вокруг работы. Люди в геймдеве хотят делать игры. Все. Они, типа, когда сядут, если они сядут и о чем-то говорить, они будут обсуждать не зарплаты. Они сядут и будут обсуждать, кто во что играл, как что делали, там все такое. Ну, знаешь, что самое печальное в этом? что на самом деле все программисты хотели делать игры. Почти все, кого я знаю, пошли в IT, ну, типа, начинали программировать, я имею в виду своих ровесников, не современных, до скачка зарплат. Это все чуваки такие, я буду писать игры, я всю жизнь играл в игры, а теперь я буду писать их сам, а потом вдруг все ушли в банки. Ну, потому что, когда ты на самом деле начинаешь делать игры, ты быстро перегораешь, поэтому там остаются только самые замотивированные. Мне еще кажется, что делать игры клево, когда ты геймдизайнер, а не когда ты поигромест. Ни фига не клево, ты говоришь, как будто работа геймдизайнера что-то, типа, ты сидишь, креативишь весь день, типа, вот тут сейчас делаем, вот тут сейчас делаем. Большая часть работы геймдизайнера это, типа, спроектировал уровень, смотришь, куда нужно там расставить персов или как это сбалансировать. Если балансировка, это вообще ты просто с цифрами работаешь. И потом тебе нужно все это 10 раз обойти, чтобы понять, насколько оно работает. Нифига геймдизайн, он не настолько прикольный. Да, но если ты программист, то ты вообще просто тупо пишешь код. Это еще не прикольнее. Нет, если ты не тупо пишешь код. Тоже не совсем то. Все же хотят быть кодзимой, когда говорят про геймдизайнеров. Ну, типа, да, такой идеолог. Я хочу игру, в которой будет вот это, вот это, вот это. Написать сюжет и режиссировать сцену. Камеру выставлять. Да, тебе для этого нужен мешок денег. Ты, короче, вываливаешь мешок денег на стол, говоришь, что, чуваки, мы сейчас делаем то, что я говорю. И, в общем-то, это то, что я в русском геймдизайнере видел вот так вот. Типа, все хотят быть тупо-нжемами ровно вот для этого. Что ты приходишь, говоришь, чуваки, у нас будут, значит, эльфийки с третьим размером груди. Мне похеру, что там. Говорят другие, вот у нас будут, потому что я хочу. И все, у тебя ли эльфийки. Вот это подводит нас к тому, что поэтому мы обсуждаем зарплату. Чтобы в какой-то момент прийти с мешком денег и сказать, хочу эльфий. У тебя не будет мешка денег за зарплату программиста. Ну. Чтобы мешок денег получить, тебе нужно как бы открыть свой стартап и сделать хороший экзит. Ну, это зависит от нас. Ни хрена не получилось. Ты пытался инвестиции поднять на игру? Ну, неважно, на чем ты поднимаешь инвестиции, ты можешь, тебе главное сделать экзит. Экзит – это не инвестиции. Экзит – это когда твой стартап покупает, и тебе дают мешок денег. Дальше ты этот мешок денег тратишь, куда ты хочешь. Ну, самое сложное – дойти до этого момента и не разориться по пути, потому что много всяких хороших вещей доходили до точки, когда их можно продать, а потом такие фандры… А я думаю, я сам справлюсь. И, короче, мешок денег. Уже не дали, но и развить это дело не получилось. Чувак, который смог – это вот Нотч, который сделал Майнкрафт. Он сделал его, получил свои, сколько там, 2,5 миллиарда, кажется, ему дали долларов. Это, знаешь, неплохой такой мешок денег, на него можно всякое поделать. Поэтому он, как это, здравомыслящий человек, он купил себе виллу, яхту и прочее, и теперь что-то постит в Твиттере. Очень здраво, да. У меня прикол, что тогда ходили эти всякие статьи о том, что Нотчо грустно, приколы и мены. Что потом купил себе гигантский особняк по соседству с Бритни Спирс, или он её… Короче, он обогнал, по-моему, Бейонс или кого-то, прямо с топовых звёзд в аукционе на этот особняк, выкупил его и сидел там один, подкался. Грустил. Ну, он там закатил ей вечеринку, пригласил кучу странных людей. Вот, ну, он ещё перед этим с женой развёлся, в общем, странный человек. Да, и с женой надо разводиться не тогда, когда ты продал что-то за 2 миллиарда. Да. Ну, это, кстати, мы тоже с женой обсуждали, что почему-то делают именно так. Типа, вот у тебя есть бабки, ты такой, блин, жена какая-то старая, некрасивая, вообще зачем она не женилась, сейчас я себе топ-модель, типа, возьму в жёны, и в итоге получается, что, типа, уже с миллиардами тяжело человеческие отношения строить. Да. Ну, это из разряда таких проблем, которые, типа, вот бы у меня были такие проблемы. То есть... Но потом они у тебя появляются, ты такой, блин, раньше было лучше. Да, это как... Я в детстве всегда мечтал, чтобы у меня был какой-то свой бизнес, чтобы, типа, вот, дело какое-то, не работа на кого-то, а вот дело, которое принадлежит мне. Я думал, типа, вот там тоже будут свои проблемы, ну, так здорово решать такие проблемы и так далее. Но по факту, да, это очень плохо, когда тебе надо их решать. А вот то, что ты говорил, ты пробовал сделать, экзит, это тоже та же самая история с мобильной студией? Нет, там я же прогорел сразу. Экзит, это когда я к чужому бизнесу успел примазаться, который делал мой старый товарищ. Ну, типа, мы с ним знакомы ещё со школы. У него получилось сделать хорошо, а я помогал. И там был как раз момент, когда мы должны были продать это всё к Game Insight'у, но в последний момент он передумал. Я на него сильно обиделся после этого. А теперь как у него дела? Да, так же, как и я работает по нейму. То есть всё, то есть не стал продаваться Game Insight'у, а потом всё просрал? Да, да, всё просрал. Но он тоже, поскольку он хороший программист, он много получает. Так что, как бы, у всех у нас в итоге жизнь сложилась нормально, без мешка денег, но нормально. Наша рубрика с Raytheisen Digital. Обсуждаем самые нелепые курьёзы из мира IT и рассказываем, как делать нормально. Я тут прочитал очень прямо ужасную историю. В Англии был, по-моему, какой-то бухгалтерский софт для государственной почты. Или для какой-то, в общем-то, государственной сферы. У них было написано очень давно, в начале двухтысячных. И люди работали, и очень часто этот софт замечал, что деньги... Недостача, недостача. Недостача большая. И начинают разбираться. Ну вот, смотрите, софт показывает недостачу. Идут к тому, кто за это недостачу отвечает. А я читал. И начинают разбираться. И за 10 лет там выгнали несколько людей. На них повесили эти штрафы гигантские, чтобы они выплачивали. Кто-то даже, по-моему, посидел. Кто-то не выдержал этого несправедливого обвинения и долга, который на него упал. И кто-то покончил с собой. Развалились семьи. И всё это время люди не признавали, что в системе есть баг. Кошмар. Ну, не хотели искать его там, или не могли найти. Ну, такие, попробую искать. Нет, бага здесь нет. Система работает отлично, вы украли деньги. А потом оказалось, что это баг. Нахинец. Был более интересный случай. Медицинский аппарат РАК. Это, по-моему, в Америке была история. Там идея какая? Что есть некая установка, которая позволяет при помощи облучения лечить людей. Но там очень нужно чётко задавать диапазон уровня излучения. И, соответственно, чтобы не было каких-то печальных случаев. И там тоже был баг в программе. И в результате, условно говоря, люди были переобучены. И поэтому они умерли. И, соответственно, долго искали. Но компании в конечном счёте там вкатили какой-то просто лютый иск. И уже там следующие модели этого там, не знаю, ускорителя частиц, да, условного, они эту проблему поправили. Но тоже, видите, то есть получается, не хватило каких-то защитных механизмов, опять же, там, корректности кода какой-то, да, и что бы привело к этой катастрофе. И я думаю, что это не последние случаи, которые на нашей памяти были и будут, к сожалению. И задача наша, вот как таких сознательных людей, которые в этой индустрии работают, постараться всё-таки донести до коллег и самим тоже придерживаться принципов, что, в общем-то, как бы такие вещи, они не должны происходить, и нужно их стараться предотвращать. Ну вот как, когда слушаешь такие истории, продолжать говорить себе всего не предусмотришь? Баги будут, давайте, ну, от багов никуда не деться. Когда появятся, тогда, когда найдутся, тогда и вправим. Ну, превентивно надо искать, получается. Нужно покрытие делать больше, придумывать какие-то нестандартные кейсы, то есть уменьшать сложность, управлять её, код документировать. То есть, в принципе, все практики, они известны, только вот сложно это и дорого. Не хватает их, и изобретаем мы их новые. Но мы говорим всего не предусмотришь, в том смысле, что это нормальная история. У тебя, когда, ну, это как с дурацкими автопилотами, у тебя реальный водитель сбивает человек, такой, ну, это же человек. А у тебя автопилот сбивает человек, такой, ааа, машины убивают людей. Ну, нет, там реакция не, ну, это же человек, там реакция, о, ну, всё, тюрьма. Ну, да. Слушай, знаете, вот я тоже думал об этом. Да, действительно, наверное, не нужно допускать там того, что там гоняешь там по дороге, там ограничение скорости. Давайте, предположим, такой, человек по показаниям здоровый, сел за руль, да, но вдруг у него там, не дай бог, там случился инфаркт, инсульт там за дороги. Он просто, он просто не мог физически успеть отреагировать, например. Такие ведь случаи бывают. Бывают. Как мы от них застрахуемся? Да никак, только если не будем какую-то активную систему защиты в сами автомобили встраивать. То есть, понятно, что это на общем фоне аварии это песчинка, но, тем не менее, то есть, такое может быть. Вот если бы вы нашли такой баг, если бы вы допустили такой баг, и поняли, что это сделали вы, и поняли, что это было глупо, да, его не замечать, и это было глупо его так написать, как бы вы чувствовали себя в этот момент. Я бы себя точно чувствовал очень виноватым. Но здесь важно не путать. Когда ты говоришь, что всего не предусмотришь, ты не открещиваешься от попытки все предусмотреть, и ты не открещиваешься от ответственности. Просто надо понимать, что ты борешься с непобедимым злом, и не будет у тебя никогда победы. То есть ты должен как-то, ну, именно, что процессами наращивать, минимизировать и так далее, но не ждать, что все будет идеально. Оно не будет. А ты как разработчик и как автор этого бага должен принести ответственность, если он к таким последствиям привел? Я думаю, it depends. Я думаю, если ты, например, сознательно подзабил на него, если ты знал и заподозрил, ну, мы не умеем читать мысли людей, но если, типа, могли бы выяснить, то ты должен нести ответственность, если ты осознанно, на это забил. Если ты, к сожалению, об этом не подумал, то странно, ну, требуют с тебя ответственности. Ты, типа, ты этим не управляешь. Ответственность наступает за халатность, за умышленный вред и так далее, когда ты просто не смог чего-то предусмотреть, потому что недостаточно умеем. Это странно нести за такую ответственность. ответственность. Как думаешь? Я думаю, что это сложный вопрос. Это очень зависит от той сферы, о которой мы говорим. Потому что, если мы говорим об ответственности разработчиков за тот код, который они разработали, это возможно только в очень жестко зарегулированных сферах нашей жизнедеятельности. То есть, медицина, финансы, авиация, транспорт. Там, где очень высокие риски того, что если код плохой, то будут какие-то последствия. Если же мы говорим о рисках, например, как вы упомянули, не работает такси. Это бытовой сервис на самом деле. Массовый. Не работает такси. И чего? Компания не заработала немножко денег. Всего-то какие-нибудь 100 миллионов. Ничего страшного не случилось, никто не умер. Поэтому ответственности никакой нет. И, в общем-то, это достаточно порочно кирпичный круг в каком-то смысле того, что мы же софт не строим сами полностью с нуля, а мы софт строим из готовых кирпичиков. Потому что у нас очень много слоево-абстракции. У нас есть операционная система, у нас есть компилятор, у нас есть библиотеки. И гарантировать того, что тот человек, который собирает это все дело в кучу, что все компоненты под капотом работают как надо, он не может уже. Потому что, опять же, слишком завышенный уровень сложности. Поэтому ответа на вопрос, что с этим делать, наверное, нету. Но единственное, что мы можем проявлять просто осторожность в профессии нашей. Да, то, что называется вот инженерной культурой и так далее. Ты типа, ты нанимаешь программистов и ты веришь в то, что они намеренно не будут забивать на что-то. Ну и плюс у индустрии есть ответ, что с этим делать. Они спрашивают с QA-отделов, которые за это отвечают. Это их работа. Но QA тоже недостаточно, потому что, если у тебя нету, грубо говоря, в ДНК разработчика, условно говоря, потребности кодить хорошо, то QA это не исправит. Ну вот ты делаешь библиотеку, которую через 10 лет используют в продукте, и из-за твоей библиотеки через 10 лет там произошел баг, который убил людей. Вот ты виноват. Ты типа, у тебя даже не было таких требований. У тебя были такие требования, которые были, когда ты делал эту библиотеку. Ну то есть, если вы этот бухгалтерский софт ограбил людей из-за того, что кто-то в Unix сделал таймстэмп такой, пойдешь ли ты к человеку, который это сделал, со словами, что ты ошибся? Я как раз и не знаю. Я рассуждаю в словах. Смотри, здесь есть опять же две плоскости. Первая плоскость заключается в том, что когда ты берешь что-то в библиотеку, на тобой не стоят люди с пистолетом и говорят, используй библиотеку, используй лэфтпад, а его завтра из НПМ выпиливают, или уязвимость какую-то вносят. Это твой добровольный выбор использовать какие-то компоненты, если это не навязано. Используй другие компоненты, которые хорошие, или напиши сам, почему многие компании делают какую-то внутреннюю разработку. Чтобы у них были свои баги, а не чужие. Для них база стабильности, база независимости от каких-то внешних ситуаций. То есть, когда опять же лэфтпад взяли, вынесли, и у нас вся цепочка сборки ПО, она накрылась. Ну смотри, Георг, от этого ж не уйдешь. То есть, ну ладно, ты свое дело. Языки программирования тоже кто-то делает, рантайма для них кто-то делает другое, операционная система делают другие люди. Грубо говоря, взаимодействует то, что ты делаешь, все равно с бесчисленным количеством вещей, которые ты вообще никак не контролируешь. Согласен, но этот сколл можно уменьшать. Можно уменьшать до приемлемой величины, скажем так. Вот. Второй момент, о котором я хотел сказать, это вот, знаете, со школьной скамьи вот говорят, вот ты когда лабораторную работу какую-то делаешь, да, получаешь какие-то цифры, ты не пиши их в отчете сразу, ты подумай, а ты вообще как бы нормальные цифры получил, они соответствуют действительности? А то так реально можно там какую-нибудь программу для расчета полетов на Марс, написать, а она там, я не знаю, перепутает единицы измерения, километры с метрами. Ну, результат будет понятен. То есть, всегда нужно смотреть на те результаты, которые тебе автоматизированной системы дают, и не пытаться доверять им слепо. То есть, делать какую-то минимальную человеческую проверку. Скажите мне вот чего, нафига вы столько пишете в Твиттер? А тут мы как раз переходим к тому, что мне на самом деле нравится. Мне нравится писать в Твиттер. Серьезно? В чем кайф? Ну, смотри, если бы я не писал в Твиттер, моя бы жизнь сложилась, может быть, даже лучше. Потому что Твиттер тебя в обе стороны бьет. С одной стороны, у тебя появляется возможность говорить с большим количеством людей, чем если бы ты не был относительно известным в сети. А с другой стороны, по той же причине тебе могут отказать при приеме на работу, тебе сказать, что ты какую-то херню написал там. Мы, чуваков, которые пишут херню, на работу не имеем. Ага, погоди, а это так работает вообще? Ну, что ты когда-то относительно известный? у меня есть несколько отказов. Не один? За то, что я пишу херню. Нам с Владом путь в Яндекс, например, просто заказан. Не существует варианта, чтобы нас туда наняли. Мы типа в черных списках. Ну, это опять же везение. Нужно так, чтобы люди, которые тебя отбирают, не поставили ноу-хайр. Учитывая, что там комитеты довольно большие, которые этим занимаются, то шансы невелики. Я просто представлял это как. Ты относительно известный, как ты говоришь, допустим. Ты большой человек в Твиттере, у тебя там много фолловеров айтишных. Все. То есть, ты автоматически херню не пишешь. Все, что ты пишешь, это норм. Нет, 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 нет. Ну, типа, ну, это же козуля, ну, ее все знают. А для другой половины наоборот. То есть, если Влад захочет резко, вот у него не будет работы, он скажет, блин, вот я ищу работу, я думаю, ему очень много предложений прилетит из-за этого. Но есть куча мест, куда они возьмут чувака, который пишет про свою жизнь и его много читают. Все так. Что у тебя были за рассказы? За что? Что такое ты написал, что тебе сказали, не возьмем? Да, то же самое, что Фил пишет. Ну, то есть, если ты начинаешь там рассуждать всем подряд, то кому-то это не понравится. И этот кто-то может быть твоим работодателем. Просто когда ты про себя это говоришь, не знаю, в баре, то как бы всем похеру. Когда ты это говоришь на публику, то уже появляются как-то... Давай так, когда я даже в мой склад устраивался, люди были недовольны этим решением. Да. Ну, то есть, писали фаундерам, что нахрена. Нихрена себе. Пап, я бы... Вот честно, для меня это звучит дико, потому что, ну, сколько я тебя читаю, я такой, блин, козуля, милейший человек, в смысле? Что там можно... Ну, это же Твиттер, там такой формат, что, мне кажется, если у Влада перечитать Твиттер, или у меня, ты найдешь огромную кучу вещей вот в моем Твиттере, которые противоречат... В твоем, да. Его тоже, которые противоречат тем же, что я писал. То есть, ты же говоришь... В твоем гораздо больше, чем в моем, наверное. Да, да. Но в моем тоже можем накопать. Ты же вышел из дома, наступил в лужи, и пишешь, лужи охуели. Да это ты так пишешь. Фил написал, что лужи охуели. Влад так не пишет. Я не видел у Влада таких твиттеров, что типа все пидорасы. У тебя заходишь с утра в Твиттер такой, так, что там, все пидорасы, все пидорасы, а Фил опять пишет, что все пидорасы. А ты не читал меня года три назад? Нет, не читал. Влад стал просто мудрый и преисполнившийся. Он сейчас даже срется в Твиттере так аккуратненько. Скорее, ну, тут несколько факторов. Во-первых, типа сраться и крыть херами всех не работает, просто не работает. Ты никому ничего не докажешь и только всех разозлишь. Вот, поэтому сраться, скажем так, литературно гораздо полезнее. Никто не обиделся. Мнение тоже никто не поменял, но зато как бы вы разошлись, как это два благородных дона, в общем-то, сохранили лицо. А это вообще все? Никого не послал. Это стоит того вообще все? Ну, постоянно писать в Твиттер и знать о том, что это тебе еще и закрывает что-то, не только открывать? Нет, не стоит. То же самое, как ты говоришь, что мы, типа, сколько минут назад обсуждали, что в геймдев идти не стоит. Люди все равно туда идут, потому что их прет делать игры. А у меня это немножко по-другому. Я всегда был очень активным в сети и, знаешь, как это. Приключения Шурика, там, в конце фильма милиционер обходит хулигана, говорит, типа, кто выдержан? Я. Кто там поможет? Типа, я. Вот я такой человек. Всегда был. Это та причина, по которой меня выносят в тем лиды постоянно и по которой я становлюсь известным вне зависимости от того, чем я занимаюсь. Я был немного известным везде, где я присутствовал. Просто ты не знал мое имя, я под псевдонимами был. Да, это реально типа kind of зависимость, то есть. Меня больше всего пугает то, что я не могу от этого отделаться, когда я выпиваю. Телефон-то рядом, а я привык на любую, вот любая херня в башку пришла, только так, этот вид. Я должен это немедленно обсудить со всем миром. Это кошмар. Но это и преференции гигантские приносит. Грубо говоря, вот Влад устроил, ты тут спрашивал, что такое технический бренд, вот ты технический бренд, просто сам по себе из-за того, что ты там работаешь. Смотри, я в том-то и дело, что я не технический бренд, я HR бренд. Технический бренд это продвижение технологий. Ну, то есть, давай так, они все в одном ключе, типа, технический бренд, HR бренд, бренд, это все бренд, но они на разные участки индустрии воздействуют. Технический бренд это когда твоя компания делает крутые штуки, и для крупных это важно. Для мелких, ну, на самом деле, для всех важно. Просто у крупных есть ресурсы, чтобы туда вот прям активно вкладываться. HR бренд это про, больше про то, как ты выстраиваешь общение там с людьми, которых ты хочешь нанять. Я не претендую здесь на идеальную трактовку, потому что для этого есть другие люди. Я вот объясняю, как я это вижу. То есть есть тема, что действительно мой HR бренд помогает нанимать людей, но это типа не всех, не сто процентов, но у меня с наймом никогда не было проблем, потому что когда люди про меня слышат, они охотнее идут в компанию. Вот-вот, мне кажется, если бы у меня была своя компания, я бы такой, так, мне нужно развивать HR бренд, я могу сейчас нанять штат, армию людей, которые будут там маркетингом, заниматься, писать что-то, но я бы, наверное, хотел менять кого-то в свою команду, вот именно известного с твиттером, с соцсетями. А теперь назови компанию, которая так сделала. Мой склад? Мой склад, это случайность. Ну, слушай, у нас два варианта, либо я очень-очень сильно ошибаюсь сейчас, либо просто компании тупят и не допёрли до этой идеи. Тём, ты видел, какой у нас трусливый бизнес вот в таких вещах? Есть, кстати, слушай, много сейчас же появляется классных компаний. Появляются, но мне кажется, это только появляется. Они реально просят там убрать из статьи надпись про то, что у них самый быстрый фреймворк или так далее. То есть, они прям боятся любых крайностей. А если у человека 20 тысяч твиттеров, которые невозможно прочитать, и ты его нанимаешь, а там оказывается, что один из первых это типа геи не нужны, это твоему бизнесу капец. И типа вот так. Фил, ну слушай, вот так я видел, делали, какая компания так сделала, наняла известного разработчика? Да. Много. Разработчика. Фил. Ну давай. Что? Ну, какая компания? Все известные разработчики работают где? В Яндексе? Да, где? Нет. В Яндексе Яндекс просто очень большой. Там разработчики внутри Яндекса появляются. Блядь, скажи вслух. JetBrains? А, ну. Да, наконец-то. JetBrains нанял за последние пару лет типа всех крупных спикеров. Ну ладно. Типа не 100%, но вот самых видных нанял стопудово. А я думаю, они там выросли все. Нет. Нет, это все наняты. Типа толстой был в Авито. Катя, ну понятно, толстой привел Катю. Брагилевский тоже не в JetBrains работал. Даже Пашу Финкельштейна взяли. Хотя, ну то есть, он тоже достаточно известный, но типа толстой мне кажется самый-самый известный. Ну нет, он, кстати, он известный типа в Твиттере и среди слушателей подкастов. Блин, это так странно. Среди мобильщиков, среди подлодочников, но опять же, толстой человек, который активно работает над тем, чтобы... Ну просто вспомни, про какую компанию в России все говорят. Все говорят, типа, какая самая классная компания в России? Это из-за того, что они делают, мне кажется. Ну типа они делают IDE, это русская компания, которая делает лучше IDE на Земле, это странно, типа это выбивается. Ну типа у тебя, знаешь, типа, о, они делают классные продукты и все самые классные люди работают там, я тоже хочу. Оно вот именно так работает. Как бы про JetBrains знали и до этого, но там не было столько классных людей и как бы люди по-другому на нее смотрели, ну я по-другому на нее смотрел. У меня было собеседование в JetBrains, я, собственно, отказался, потому что, типа, JetBrains, что-то, ну типа я знаю, что есть IDE-шки там делают, но я не знаю ни одного из людей, кто там работает, и вообще оно кажется каким-то странным, типа я странное не люблю, поэтому я отказался. Ну, мне кажется, правильно и сделал. Мне кажется, Не факт, как видишь, не факт. Такие компании, это она уже была, из разряда тех, которые, типа, реально в молодости нужны для резюме, либо если ты там типа занимаешься какой-то важной вещью, ну не знаю, как Бреслов, например, делаешь Kotlin, вот такие штуки. Типа устраиваешь... Тоже делает Kotlin, просто он... Да он менеджер, это не считается, ты что? Ну ты... Слушай, я тоже менеджер, ничего. Ты вот, кстати, сказал про известность в IT, она прямо очень странная, она очень по-странному работает, то есть, типа, ты можешь быть известным на хабре, и при этом тебя никто знать не будет, как я был какое-то время. Я так удивлялся, что, типа, ну такое... Разная аудитория. Да, ну так это же все разработчики, и в Твиттере, и на хабре, и... Разные разработчики. Опять. Сейчас вообще так любая... Ты когда говоришь разработчики, ты, не знаю, видишь какой-то один большой, не знаю, круг, значит, на диаграмме Вен, на разработчике, и он один. На самом деле, это много-много маленьких кружков, которые где-то пересекаются. Ну вот это странно. Самым неприятным для меня сюрпризом в этом смысле было, что бессмысленно, короче, звать известных в IT людей в подкаст ради просмотров. А от этого просмотров не будет. Просмотры будут, если ты позовешь известных в Ютубе людей в подкаст, а если не... Да. Это очень странно. Ну, потому что ютуберы будут, люди, которые смотрят Ютуб, будут смотреть и твой подкаст. Ну, по-другому, я неправильно сказал. Ну, короче, аудитория ютубера придет к тебе. А аудитория моя сидит в Твиттере, они в Ютуб вряд ли пойдут, типа, массово. Это очень странно, короче. Ты, наверное, просто еще живешь той известностью, которая была в телеке раньше. Либо ты совсем неизвестен, либо ты известен вообще для всех. Ну, да-да-да. Два вида известности было. А сейчас реально ты можешь просто случайно услышать музыканта какого-то. Никогда ничего не слышал, а его миллионы слушают. Никто нигде в своем кругу вообще про него ни слуху не думал. А он суперизвестный. Еще на эту тему могу рассказать анекдот. Как-то иду по конференции, ко мне подняет парень, говорит, о, ты показывали, давай с тобой сфоткаюсь. Говорю, отлично, сейчас сфоткаемся. Рядом стоит мужик такой, давай я тоже сфоткаюсь. Я не знаю, кто ты, но давай, раз все, то я тоже. Пригодится. Мало ли. Оно примерно так работает. Типа половина тебя знают, половина тебя не знают. Половина слышали, но не знают, что это ты. И, в общем, все это очень сложно. Хуже всего, когда тебя знают в разряде, а, это тот пидор, который тогда-то пизданул вот такую хуйню. И такое тоже, да. Я случайно написал, это вообще в контексте было. Оставьте меня в покое, почему вы меня за это ненавидите. Ну, так вот, ты говоришь, когда тебя нанимали, типа, это могло быть даже, ну, не было даже плюсом, а сейчас нормально все. Ну, я сейчас уже скоро два года как работаю, у меня, типа, самая большая команда, то есть, можно сказать, что найм был успешным для обоих сторон. Когда я тебя начинал читать в Твиттере, я пришел на образ чувака, который выгорел. Вот, типа, Влад рассказывает про вогорание. Влад пишет грустные твиты о том, как все надоело. Как дела? Ну, вот, мне понадобилось почти два года, чтобы перестать. Это было в Сберии, когда ты работал, что ли? Ну, я в Сберии вообще подгорел сильно. Мне как раз вот напомнили, что я, я настолько сильно подгорел, что я пропустил премию. Это как бы просто так. Люди думают, что так не бывает, но так бывает. Как можно пропустить премию, в смысле? Она же просто приходит. За ней же не надо идти. Нет, она не, если ты уволишься до декабря, то она не придет к тебе, сарянба. Я понял. Да, мой друг из-за этого пытается уволиться оттуда уже четыре года. И каждый раз он ждет следующей премии. Да, тебе приходит премия, ты такой, опа, ну, пожалуй, я посижу еще. А там уже прям гигантская премия приходит, да? Ну, большая. Она же все равно, типа, она больше зарплата, а зарплата гигантская. И, опять же, если у тебя удачный проект, то и премия будет тоже больше, чем в среднем по компании. Ну, вот я помню, что я выгорел, помню себя выгоревшим, и я не пропустил премию, я ушел после премии. Просто ты недостаточно выгорел, надо было еще немножко прожариться. Я был еще молодой. чекорочкой. Молодые, они как-то так выгорают. Не совсем. я выгорал так, что, типа, терял из-за этого работу, на которой вообще ничего не надо делать, и просто сидишь, получаешь деньги. Но даже для этого я слишком сильно выгорел и просто вообще перестал отвечать им. То есть, все, что надо было делать, это писать, что ты продолжаешь делать то, что должен делать. И даже этого я не смог сделать. Типа, вот это вот выгорать. Да, оно примерно так работает. Я поэтому перед тем, как уволиться, я типа недели две сидел, просто пил кофе на первом этаже офиса. Вот. Ездил на собеседование, а больше я ничего не делал. Блин, на собесы очень тяжело ходить, когда ты выгоревший. Мне вообще нормально. Слушай, отлично ходишь на собесы. Как бы ты приходишь, говоришь, мне вообще пил кофе. И вы такие типа... Какие вы имеете в виду собесы? На которые ты сам приходишь? Или приходишь собеседовать? На которые ты приходишь собеседоваться? А, для себя. А, всё, понял. Которые устроятся. У меня с этим была проблема? Не знаю, может, вы застали? Я тогда постил, типа, фотки из всех офисов, куда я прихожу. Нет. Обязательно найдите. Это было классное время, потому что я, типа, наконец-то смог пообщаться со всеми, с кем я хотел вместо работы. Типа, походить на собесы спокойно, как бы не переживая, что мне кто-то спалит. Потому что, ну, типа, когда ты работаешь, тебе уже стыдно, типа, прийти на собесы. А тут уже не стыдно, ты такой, я пришёл вот сюда, сюда, сюда пришёл, там пришёл, тут походил. А подушка финансовая была? У меня всегда есть. Ну, вот это сидеть можно. Я не поехавший. Я вот поехавший, и это была проблема, когда из-за выгорания меня уволили, ну, я из-за выгорания перестал работать, меня уволили перед Новым годом. Все деньги, что остались, я на Новый год всрал, занял, ещё после Нового года поехал в Таиланд, приехал и понял, что мне надо найти работу за 2-3 дня, а я тебе появляюсь. Ненавижу программирование. Вот это было трудно. Смотри, скажем так, будучи выгоревшим из подушки безопасности, работу искать очень хорошо, потому что, типа, ты приходишь, говоришь, типа, вот, это я делаю плохо, это я делаю хорошо, и мне похер бы, нанёшь меня или нет. Ну, типа, было бы классно, типа, не нанёшь хер с вами, мне и так нормально, я ещё какой-нибудь схожу. И это сразу другой разговор. Я думал, что у таких людей, как ты, это происходит вообще вот так, ты просто такой, привет, я ищу работу, да, вот твои 500 вакансий, выбирай. Давай, 400 из них будут какую-то странную херню. 100, это на 99 больше, чем получил бы я, например. На 100. А я могу сказать актуальное количество и, скажем так, сколько у меня было предложений прийти? Штук 20. До скольки я дошёл? Штук сейчас я прокашляюсь. Давай так, 20 предложений, до 10 я дошёл, надоело мне примерно на третьем, потому что там были разговоры вида, типа, Влад, приходи, типа, вот, это явно вакансия для тебя, тут классно, я прихожу, опять же, это известные компании, малоизвестные, неважно, разные. Я прихожу, мне говорят, типа, Влад, разверни дерево. Я говорю, какого хрена? И разворачиваюсь. Сам. Блин, это что-то стрёмное должно быть? Ну, это на алгоритмы, а прикиньте, короче, приходишь устраиваться на льда, к собеседованию сидят три человека, и тебе говорят, разверни дерево. Ты такой, одну минуточку, берёшь листочек, и такой, слышь, пёс, развернул, ну ты же на главного приходишь. Вот так это делается. Грюб, почему я устроился в мой склад, в том числе? Я вот поразворачивался с деревьями несколько раз, потом пришёл в мой склад, говорю, типа, ребят, я деревья разворачивать не буду, отказываюсь напрочь, если будет дерево, я, давайте лучше сразу уйду, но никаких деревьев. Мне сказали, типа, окей, никаких деревьев, я такой, всё, ребят, я готов к вам выходить. Блин, это вообще не прагматично, но из-за, типа, из-за того, что тебе неправильно, по-твоему, провели собеседование, это отличная причина, к ним не устраиваться. Типа, вот я прямо обижался. Собеседование было такое, которое мне не нравится. Такой, ну и пошли вы нахуй тогда. Хотя я его прошёл. Типа, ну вот это скотство, заставлять разворачивать деревья, если на работе ты ктыпаешь формы. Типа, извините, почему, зачем вы это делаете? Всё так. Или на каком-нибудь... Мне уже просто лениво всё это делать. Это даже, это непрактично с точки зрения нанимателей, потому что у тебя всегда есть больше компаний, которые не заставляют тебя ничего разворачивать. Это странно, до сих пор почему-то кто-то это практикует. Ну, они же практикуют, потому что, типа, они дали кому-то задачу сделать собеседование, придумать, как у них проходит. А он пошёл её решать, как умеет. Типа, ну вот так. Блин, я вспомнил самый страшный собес в своей жизни. Я устраивался в какую-то компанию, что-то делать, короче, с компьютерным железом связанное. И прихожу на собеседование в какой-то офисный центр жопы мира, начинаю разговаривать с HR-ом, всё стандартно, всё обычно, разговариваем, разговариваем, разговариваем. Она такая, ну, да, неплохо. «А вы не будете против поговорить с нашими корейскими основателями, только они из Кореи?» Я, да, в принципе, могу, наверное, она такая, ну, я не уверен, что они здесь. Если они здесь, давайте сразу поговорим. Если нет, то мы вас позовём ещё раз, вы поговорите с ними. Я такой, если ты сейчас уйдёшь, и их не окажется здесь, я не приду на следующее собеседование. И всё, забуду это. И вот она уходит из кабинета, и я сижу минут 10 в страшном ожидании, придут они или нет. И вот я сижу и слышу в коридоре нерусскую речь и приближающиеся шаги. И заходят, да, три мужика из Кореи садятся и начинают на лобном английском со мной говорить, а я такой пытаюсь что-то. Я забыл весь английский, я нёс какую-то чушь. Они меня попросили показать видеоролики, которые я продюсировал, а там такое говно. Я такой включаю, и это был такой неловкий, где я такой сижу со своим планшетом, показываю, вот и вы на этот ролик я продюсировал, они такие смотрят. Да, спасибо, в общем. И они сидели, у них прямо было на лицах написано, вы кого нахер нам привели? Они были так недовольны, а мне было так неловко. Я оттуда смотался, ну естественно, они не перезвонили, и это было ужасно. У меня была очень похожая история, тоже, типа, год 9-й или 10-й, когда я ещё был дизайнером. Я пришёл на Сабес в банк, и у меня тогда было такое портфолио из разных рисуночков, и так далее. Значит, я прихожу на Сабес, там выходят два мужика, но они не входят, они перекатываются, они прям здоровы. Вот. Садимся, я показываю портфолио, и там, типа, первая картинка, это такой тролль, тоже в галстуке, похож на вот одного из этих мужиков. Я такой, типа, а это мои работы, ребята. Только сейчас написал, да? Смотрите, как я умею. Очень удачно. И примерно на пятой работе выяснилось, что им нужен не дизайнер, а им нужен программист. Я такой, типа, ребят, вы куда вообще меня позвали? Было очень неловко. С другой стороны, это такой доступ к клёвым историям походить на Сабесы, типа. Ой, у меня, кстати, этих неловких Сабесов, у меня есть ещё парочка историй, давайте, раз ещё начал. Как я пришёл в Спортс.ру собеседоваться? Это было чуть попозже. Там тоже искали, там, то ли лида фронтендеров, то ли просто фронта. А я как раз вот в тот момент уволился из этого мега-бизнеса, где экзит не сделали. Поэтому у меня было в режиме написано, что я, типа, директор по всей херне. Сначала меня спрашивали, почему я, типа, директор, ещё работаю программистом. Вот. А потом был мега-вопрос, после которого стало понятно, что мы не сработаемся. Меня спросили, любите ли вы футбол? Я сказал, я ненавижу. И они всё, да? Сразу отказ, потому что, типа, там начальник, фанат футбола. Ну и как бы спортсру. Зачем ты сюда пришёл, чел? Какого? Какого? Самое время для твоей клёвой истории, как ты устроился в танке, и ты их ненавидел. Да, я так устроился в Wargaming. Я так устроился в Wargaming. Скажем, ребят, я танки... Кстати, благодаря Твиттеру, я тогда сидел, что-то установил себе Твиттер, наподписывался на всяких, и вот там кто-то запостил, смотрите, Wargaming ищет сценариста. Я такой, вау, я буду писать сюжеты для видеоигр, как я себе мечтал, как круто. Откликаюсь, у меня проходит несколько собеседований, я делал тестовое задание, всё отлично, они мне дают тестовое задание, вот, напиши нам сценарий для ролика про какую-то там, про какую-то карту в танках. Я такой, так, я никогда не играл в танки, сейчас я установлю, поиграю, я начинаю устанавливать играть, у меня ничего не получается, меня убивают сразу же в первых же двух матчах, я их нахер закрываю, иду смотреть просто ролики на ютубе про эту карту. Что-то более-менее по ним выясняю, пишу сценарий, они мне сказали, отличный сценарий, всё, приходи к нам работать. Я приезжаю в Беларусь, в Минск, прихожу в первый день знакомиться со всеми в офис, они говорят, у нас сегодня как раз пьянка, ты пришёл очень вовремя, все им наши милитативы, мы идём бухать. Мы приходим кому-то на квартиру, садимся за стол, первый же вопрос, ну что, новичок, сколько у тебя боёв? Я говорю, три, они, просто тишина. В смысле, в три. Я говорю, ну да, три боя, то есть ты не играл никогда в танки? Они смотрят такие на человека, который меня нанял, типа, у него три боя, ты его взял, у него три боя, ты чё? И он такой, ну да, ну понимаете, нам нужен взгляд новичка. В общем, они такие, да, со мной больше в этот вечер не разговаривали, потом я выхожу, нас вышли на работу, они говорят, у тебя испытательный срок, три месяца, первый месяц ты будешь только играть в танки и больше ничего. Я сидел целый месяц, играл в танки. Это было ужасно, это был худший месяц в моей жизни. Хорошо, что нас не смотрят люди из других индустрий. Ну вот, очень странно, ты же в геймдеве, или это была твоя первая работа в геймдеве? Нет, это была не первая работа, я же... Давай так, почему меня налили в Таймзера, я был одним из самых активных игроков там? Почему меня туда взяли? Потому что они очень сильно расширялись, они хотели делать все больше и больше роликов, это был прямо пик популярности танков, пик их прибыльности, им надо... Они мечтали сделать себе телек, чтобы у них вот YouTube-канал был как телек, прямо вот, чтобы как канал был, и поэтому они искали именно профессионалов видеопроизводства, чтобы не... Они прошли тот этап, когда все ролики делала комьюнити, и они хотели просто такой, знаешь, скачок в качестве сделать. Ну и, в принципе, какой-то момент, мне кажется, даже получилось у них. Но, блин, ну что, ну поиграла вместе с танком, и все, я про них уже знал. Все было нормально. Я потому что помню такую же тему в райте, там тоже у тебя должен быть то ли даймонд, чтобы попасть на хорошую должность. Ну, в общем, короче, рейтинг должен быть очень высоким. Ага. Ну, там качели были постоянно, то они вот считали, что надо вот так, надо просто профессионалов, которые умеют делать видео и рассказывать истории, потом, да, опять, о, нет, нам надо людей, которые разбираются. В общем, кто как, когда, это же хаос, большая корпорация, вот кто выбился со своим мнением наверх, такая стратегия будет действовать в ближайшие два месяца, а потом опять сменится. Так всегда все работало. Вот, кстати... Ох, шите, корпорация. Насчет кринжовых собеседований, люди, которые на меня работают сейчас, потом будут про это рассказывать, потому что раньше я проводил собеседование только с кем-то, вот типа лид, я и мы проводим собеседование, я там какие-то вопросы задавал и все такое. И меня это бесило, мне очень не нравилось, как все это проходило, и поэтому сейчас мое собеседование проходит так. Привет, ты кто вообще такой? Чувак рассказывает, такой, где я работал? Он такой, там-то, там-то. Я такой, окей, выпринято, спасибо. Кринжовое собеседование, собеседующий я. Значит, мы в тот момент, ну, я тогда работал в брокере, это финал, мы в тот момент как раз искали фронтов, и, короче, фронты не искались, прям совсем было с ними плохо, куда-то они опять подевались, они раз в полгода пропадают, и очень тяжело. Вот. И вроде всех посмотрели, и там еще один чувак прислал резюме, тоже ничего непонятно, типа, где работал, непонятно, и вообще он не из России, и такой. Говорю, ну, давайте до кучи, значит, я прихожу, не выспавшись, а такой, начинает просто по списку задавать вопросы, типа, а вот что по реакту, что по этому. Я, типа, настолько херово это делаю, что там, чувак в какой-то момент говорит, типа, вам что-то не нравится, вы просто настолько расстроены спрашиваете. при том, что он, типа, на все идеально отвечал, типа, не, все хорошо, я просто очень плохо себя чувствую. И, короче, этот чел оказался самым лучшим программистом, который вообще встречал в карьере. И мы его взяли, и, собственно, он сейчас, наверное, тимбит уже там, потому что он, в отличие от меня, не уволился. Оттуда не пошел сбер. По грани ходил, фига. И как же правильно? Правильно надо быть дрожжелюбным. В целом, практика показала, что, смотри, на мой взгляд, идеальная середина это вот между тем, когда ты спрашиваешь, типа, четко по списку, пытаешься, типа, с каменным лицом проверить все знания, и, как бы, то, что предлагает Фил, типа, выпили оффер. Выпили оффер делается, когда ты уже работал с человеком, ты его знаешь. Если ты человека не знаешь, тебе нужно, типа, понять, кто он по жизни и чего он умеет. Нельзя это вычислить на 100%, но есть маркеры. Это уверенность в разговоре, это какие-то там базовые знания. Тебе не нужно проверять четко базовые знания. Тебе надо, как бы, вытянуть из человека, насколько он понимает, что происходит в индустрии. Можем, кстати, я же хотел проводить публичные собесы, можем сейчас отзабеседовать Фила, как бы я это делал. Отлично. Посмотрим, на какие деньги пройдет Фил. Давайте, давайте. Я задаю всем одни и те же вопросы, они ничем не отличаются. Типа, Фил, расскажи просто про фронтенд. Рассказать про фронтенд? Да что такое фронтенд? Мы же собрались попиздеть о фронтенде. Да. Ну, фронтенд это та часть индустрии, которая занимается гуем в вебе. Если мы говорим про веб-фронтенд. Если в широком смысле... А какой есть еще? О, гуй на десктопе, гуй на мобилках и так далее. Ну как, я вот, я же пишу на C-шарпе, я себя фронтендером не называю, хотя я делаю на Замарине. Да, блин, я же думал, ты фронтендер. Нет. Блин, ну почему? Вот подожди, почему это так работает? Что? Ну вот такой, Влад говорит, давай тебе собес. И ты такой, ты переключаешься в режим, у тебя включается другой режим. Такой, так, и ты начинаешь, у тебя как будто другой участок мозга подключается, и в котором ты копаешься, должен достать что-то. Ну типа, если бы он, вот сейчас не сказал, что Фил это собес, а просто, Фил, вот как думаешь, что такое фронтенд? Да, да, я бы сразу другой был. Фронтендер, это вот парашка. Ну вот, смотрите, в чём мысли в правильном направлении? Вот-вот, видите? Смотри, половина, ладно, короче, собеса здесь всё-таки не выйдет, половину собеса я вот занимаюсь ровно этим, я пытаюсь человека перевести из, типа, у меня собеседование, сейчас я буду отвечать на вопросы. в канву, когда ты просто рассказываешь, что ты делаешь и пытаешься какие-то из этого интересные... Ну да, 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 ввести в комфорт. Мне вот показалось, что это не вводящий в комфорт вопрос. Вот у меня наоборот... Потому что это делается не с первого шага, с первого шага ты просто, типа, начиная спрашивать, я бы, ещё раз, я бы 10 минут, я бы просто задавал случайные вопросы и пытался нащупать, что он вообще знает. Есть очень хороший приём, я начинаю отвечать сам на те же вопросы. Не знаю, например, я спрашиваю, типа, как ты работаешь с DevTools'ами? Мне человек говорит, а я вот ставлю breakpoint. Я говорю, я не ставлю, breakpoint, типа, зачем? Мне нравится так. Я вас прервал, да вы можете продолжить, я сам себе в ногу стрельнул. Ну, короче говоря, где-то с раза с третьего, четвёртого мы просто говорим о работе. Мне, кстати, кажется... Как мы до этого говорили. Мне кажется, что там ключевая фигня вот на этих вопросах, которые первое, чтобы чувак почувствовался свободно, это, типа, говорить ему, что он правильно отвечает и, да, смещать градус вопрос ответ на обсуждение, но это не всегда работает. Просто мне кажется, такой общий вопрос, вот он, наоборот, вводит в большой ступор. Типа, тебе сказали вещь, про которую можно говорить очень и очень расплывчато. Это хорошо. Что такое фронтенд? Ты такой, ну, это и ты начинаешь искать правильный ответ, а его как бы здесь нет. Это хорошо, потому что ты не можешь налажать. Типа, я обожаю, когда собесы такие, потому что, потому что, на самом деле, когда я прихожу на собеседование, я как бы знаю, что я программист, на самом деле, и все хорошо у меня со знаниями, там, базовыми. И мне хочется не завалиться, это как, блядь, прямо беда. В C-Sharp есть такая штука финалайзер. Это когда у тебя память освобождается, ты можешь написать в классе деструктор, финалайзер, и там описать какую-то логику очистки этой памяти. И он в C++ называется деструктор, а в C-Sharp финалайзер. Я учился в C++, и я всегда забывал, что такое финалайзер, а это, блядь, первый вопрос. И, типа, когда ты приходишь на собес, и тебе первый вопрос вот такой дают, типа, что такое финалайзер? Ты такой, блядь, я забыл. И, типа, конец уже. Я знаешь, почему? Я бы, наверное, если бы проводил собес, я никогда не проводил собес вообще. Эй, подожди. Мы с Тёмой нанимали редактора в баре, он проводил собес. А в баре самый классный собес. Ну, кстати, да, но я ничего не помню. Мне кажется, я бы просто... Привет, как дела? Чем занимаешься сейчас? Что последнее запомнил? Ну, в общем, я бы совсем прямо максимально не похожий на собеседование и делал разговор. Я бы такой просто попытался сделать разговор, как просто, да, давай познакомимся. Типа, знаешь, как бы ты знакомился с знакомым человеком. Что ты говоришь, как будто мои собесы похожи на собеседование. Давай так, самый частый... Самый частый отзыв про меня, что, типа, не похожи нифига на собеседование. Потому что люди, когда идут на собеседование, они ожидают вот то, что Фил рассказал, типа, ответь мне, типа, вот что такое, финалайзер там, не знаю, какие структуры... Я тоже на C-Sharp писал, когда пытался в Unity перейти, но я всё забыл. Я вот про деструктора мне Фил напомнил, что-то думаю, что это такое, там было финалайзер, эти вся херня. Единственное, что я помню про C-Sharp, что я пытался написать преобразование в Fourier, я обосрался с этим. Мне было очень тяжело, потому что у меня по математике два. на этом моё погружение в C-Sharp закончилось. Но ты же сейчас на Java пишешь, они одинаковые. Что-что? Ты же на Java сейчас пишешь, они одинаковые с C-Sharp, абсолютно. Да, ну... Расширение файла меняешь, и всё работает. Нет, нифига, ну, как бы синтаксис другой. Ты меня не поймаешь, на Java я пишу, там по-разному. Это то же самое, что типа Scala и Java одинаковые, потому что, как бы, ты когда на Java писал, можно на Scala перейти. Мне кажется, Scala больше на C-Sharp похожа. Не-не-не. Java с Sharp-ами реально очень похожи. Я писал на Java, мы с пацанами педпроект делали, и они просто джависты. И меня, мне говорят, Фил, пиши на Java. Я такой, типа, я же её не знаю, они такие, ну, она как C-Sharp. Ну, понятно, я намного чаще в Google ходил, но в целом там ОП то же самое, там возможности те же самые, и ты просто гуглишь почаще, но пишешь. Хотя понятно, что если настоящий джавист придёт, он меня этим кодом вот так вот отхлещет, но... Я же писал. С обесами... Не могу тебя ни на чём поймать, я уже не помню. Да. Я... С обесами вся жуть в том, что это слишком сильно связано с самооценкой. Я вот нервничаю всегда из-за этого. Это как знаете, когда в школе ты с пацаном, который намного сильнее тебя, вдруг чё-то не то сказал при куче других людей. И типа, и ты понимаешь, что сейчас будет пиздиловка. И все увидят, что ты слабый и жалкий. И вот ты в этом состоянии перед дракой стоишь, ты понимаешь, что ты сейчас одно неосторожное слово, и ты получишь пизды, и ещё и будешь опозорен. И вот я так же эмоционально собесы переживаю. При том, что я достаточно большой чувак, типа, и по должности, и по карьере, я над большими проектами работал, но даже если посадить джуниора, какого-нибудь меня собеседовать, я буду всё равно так же нервничать. И мне кажется, что я такой не один. недостаточно выгорел. Ну? Ну, с другой стороны, действительно, когда я собеседую тимлидов, там люди всё равно сильно нервничают. А как собеседовать тимлида, серьёзно? Те же вопросы задаёшь, просто я бы ещё спросил, ну, типа, а чё в команде делаешь? И как бы... А если у тебя в команде мудак, то чё делаешь? Если тебе чувак скажет, ну, я очень хочу его избить, и однажды чуть этого не сделал, но нас разняли. То отказ. Как бы то отказ. Ладно, хорошо, ну и не надо мне ваш шофер. Ну, так оно и работает. Тимлид, ты почему тимлид? В какой-то компании, в какой-то момент ты оказался самым говорливым, блядь, из программистов, когда настоящий тимлид уволился, ты такие, о, Фил, ты у нас теперь главный будешь. И ты такой, ну, заебись. И лидишь такой. И технически перестаёшь расти так, как ты рос, когда был разработчиком. И ты работаешь с тимлидом 2-3 года. А потом, если вдруг окажется, что тимлид-то ты ненастоящий, то всё у тебя очень-очень плохо. Ты типа такой, знаете, мамкин руководитель. Ненастоящий. Ещё хуже синдром самозванности, чем у программистов. Тут есть два момента. Первый момент у нас индустрия завалена ненастоящими тимлидами просто по горло. У тебя все, ну, как бы, потому что в России принято, что тимлидом становится действительно самый говорливый программист, а не самый соображающий, не самый шарящий в процессах программист. поэтому у тебя становится человек, который хорошо пишет код. Он, конечно, код постепенно пишет хуже, чем дольше находится в этой должности, но это не значит, что он сразу учится управлять людьми. Ну, как бы, так, чтобы они не разбегались. И что с этим делать? Я лично не знаю. Я бы, конечно, людей на тренинги посылал. Я, потому что, ну, почему я говорю, что, типа, мне это дается хорошо. Я такого дерьма наворотил за 15 лет, вы бы знали. Мне до сих пор стыдно говорить, что я там понаделывал. Я не рассказываю особо о своих фейлах, потому что они прямо, они очень позорные. Прямо супер позорные. Ну, давай чуть-чуть совсем, хотя бы какую-нибудь штучечку. Не, не, типа, что из надо, короче, найти что-нибудь позорное, но не настолько позорное, чтобы прям было потом стыдно. Полупозорное что-нибудь. Среднепозорное. У меня только самое позорное в голове прям с фото. Да, Влад, трави все свои, отстань. Все, да, 15 тысяч, которые это посмотрят, свои. Мы никому не скажем. Что-нибудь такое найти надо, что прям было хреново. Но я не могу, я не могу так найти. Знаешь, это как принято, что... Вот Фил опять ждал, что все врут на собеседованиях и не договаривают. Вот про это я буду не договаривать, короче, потому что мне сложно найти. И это, кстати, один из тех моментов, почему тяжело на всякие фейл-конфы ездить, потому что тебе нужно подобрать такой кейс, чтобы он прям был не очень стыдный, чтобы ты на нем научился, и его еще можно рассказать. Это прям супертяжело. Ну, а давай так, не говори, что ты сделал, а просто чем это все кончилось, чем он привел. Оно, оно, как правило, ничем не кончается. Ну, то есть, смотри, самое позорное ничем не кончается. Ну, какие последствия были плохие? Ну, пускай оно не кончилось. Слушай, давай так, ронять прот, вот это, я до сих пор прот роняю. Ну, как бы, уронить прот, это очень плохо. Я каждый день роняю прот. Смотря какой прот, иногда бывает, что это пиздец плохо. Ну, да, ну, как бы, если я уроню мой склад, то, типа, юзеры будут писать, какого хрена, типа, ничего не работает. Они будут мне лично писать, мне не только, как бы, в поддержку будут писать, что какого хрена все не работает. Ну, слушай, даже Google роняли, но Google лежал два часа, весь мир на это смотрел. Ничего. Вряд ли, это были самые приятные два часа в жизни команды, которая за это отвечала. Да, но, как бы, такие фейлы, они очень хорошо транслируются в деньги. То есть, уронил я на два часа прот, это значит, как бы, продажники не продали, как бы, подписки не были, продлены, ушли клиенты, ну, так далее. И то же самое транслируется в потери бизнесов, которые от нас зависят. Ну, потеряли, потеряли. По-моему, Зато какая история будет. Самое позорное, это не когда ты, твои действия ледовские привели к каким-то потерям бизнеса. Самое хреновое, когда ты очень-очень плохо поступил с людьми. Вот это хуже, потому что к потерям бизнеса оно всегда приводит. Типа, вот такие компании, как, я не знаю, Авито, там, Google и так далее, они, блядь, закладывают в бюджеты возможные падения. Они это понимают. Есть специальные люди, которым платят за то, чтобы они это чинили. Это часть разработки. Это как баги. Типа, баги это плохо, все программисты делают баги. С этим можно жить. Мы не можем писать без багов. И прот без падения не можем сделать. Но вот когда ты, типа, как лид чувака затравил, или там, кому-то синдром самозванца очень сильно увеличил, или там, позволил очень-очень токсичному чуваку тебе команду уничтожить, или что-то такое, вот это хуже. Короче, я фейл перечислил сейчас все мои фейлы, да, это вот, вот ровно это. Поэтому я не люблю об этом рассказывать, потому что это прям, это очень плохо. Последствий там никаких не было. Ну, понятно. Потому что, ну, как бы, если у тебя уволился один чувак, то, как бы, даже если это очень крутой чувак, ну, как бы, катастрофы не случится. Ну, придется нанять там нового, ну, окей, там, издержки еще 1200 тебе пойдут. Но, как бы, те же издержки на падение, правда. Ну, может, поменьше. Потому что люди, даже если все идеально увольняются, то есть это тоже часть, но текучка, это нормально. Да, у меня нулевая текучка, и я поэтому... Я еще не дожду своего первого... Сколько они там, блядь, и мы в этом моем складе платят? У меня, знаешь, какая сейчас, какая задница? Я руковожу разработкой в стартапе, которая оплачивает один мужик. Знаешь, какая у меня задница? Типа один чувак, у него куча денег, и он решил сделать какое-то приложение. Нанял меня, я нанял ему команду, мы ему его делаем. И он, короче, изначально идея была неплохая, но он, блядь, он все портит. Он приходит такой, хочу вот эту хуйню, хочу вот эту хуйню, вот эту хуйню убрать. То есть он прямо его портит. Я вижу, что это приложение не выстрелит. Типа, оно даже не то, что не выстрелит, оно никому не понравится. И с каждым разом, с каждым новым релизом он приходит и придумывает что-то еще, что его испортит. Как бы... Ну, что могу тебе сказать? Поздравляю, ты нашел себе не очень хорошую работу. Да. И я как лид, все равно я за это ответственен. То есть это мой фейл в том числе, но я с этим ничего не могу сделать, я могу только уйти. При том, что я точно знаю, что если я уйду, он вместе со мной разгонит вообще всю команду, а пацанам, которые работают, им наплевать, как вообще выстрелят приложение или нет. Им просто нужна сейчас работа. И мне просто нужна сейчас работа. Но это же тоже провал и очень большой, и позорный, особенно когда мы его зарелизим. И мне с этим жить. Это как раз к вопросу того, почему лучше работать не в стартапе из одного основателя Самодуры, а где у тебя уже есть какой-то развитый продукт, есть клиенты, есть набор менеджеров, которые понимают, что они делают. Как бы там не получится сильно самодурствовать, потому что тебе коллеги скажут, типа, ты что, охренел? Но я больше к тому, что ты, типа, от большой части лидовских провалов не застрахованы, это от тебя не зависит, но они ужасны. Так, они ужасны, потому что ты вместо того, чтобы говорить, ладно, типа, чуваки, сорян, мы какое-то дерьмо делаем, давайте не будем это делать, ты говоришь, ну, давайте я еще потерплю полгодика, и еще полгодика будем получать зарплату, ну, типа, да, делаем дерьмо, и, в общем-то, примерно такой же поток мыслей люди себе устраивают, работая в гамплинге, или в микрокредитах, типа, ну, да, это какая-то херня, но, типа, надо же, типа, деньги как-то зарабатывать, но вроде не самое плохое, людей мы не едим, я не знаю, ты надо попросить, что-то вырезать, но, господи, боже мой, мой склад, я, давай так, как раз одна из, не, нет, мы можем это не вырезать, просто смотри, какая тема, я почему в Твиттере начал активно об этом писать, мой склад не совсем обычная айтишная компания, по нескольким причинам, когда я только устраивался, я думал, что мой склад, типа, совсем неизвестный, но это не так, потому что, когда я пошел на Highload, и, типа, говорил, о, ребят, я вот из моего склада, мне говорили, типа, о, а мы, мы знаем, мой склад у меня пять лет назад был ларек с кексами, я их там продавала, вот, а теперь я в IT работаю, но я во им пользовалась, вы классные, и вот это мне тогда взорвало мозг, что, типа, с одной стороны, компания, которая, вроде бы, не очень известна в IT, с другой стороны, про нее знают не так мало людей. Я имел в виду немного другое, и я, смотри, я тут нашел одну классную группу, и слушаю, и получаю невероятный кайф, но я не могу никому об этом сказать, потому что у нее катастрофически ужасное название. Как я так могу назвать группу? Я не могу сказать, что я слушаю вот эту группу, потому что ее название сделает из меня мудака просто последнего, потому что не может нормальный человек слушать группу с таким названием. И у меня мой склад говорит, мой склад, господи, почему они... А мне кажется, нормальное название. Нет, нормально? Мне нравится. Хорошо. Тебе нравится? Мне нормально. Тут я говорю, проблема с этим названием в том, что оно не совсем подпадает под ожидания у разработчиков. Все-таки мой склад — это программа для товарного учета. Не для склада, ну, в общем... Давай так. Исторически сложилось, что мой склад. Все, кто интересуется торговлей, про это знают. Кто не интересуется торговлей, у них могут быть вопросы. Еще один анекдот на эту тему. На той же конференции подбегаю к какому-то менеджеру из типа Фанга. Говорю, о, типа, чуваки, я вот из моего склада хотел с вами пообщаться по технологиям. Он говорит, о, мой склад, а я у вас велик, значит, хранил. Я говорю, чувак, это не настоящий склад, просто программа называется. Помнишь, ты говорил, что тебя куда послали в Петрович? Да, да, да. Мне просто оффер, ну, не оффер, а как этот, типа, заинтересовались мои резюме компания Петрович. Я такой представил, Фил, а где ты работаешь? В Петровиче, блядь. Никто не захочет работать в Петровиче. Ну, что это? Да. Лучше все-таки работай в моем складе. Ну, это такое место, где пишут на 1С. Вот от названия прямо, и я такой, ну, там 100 пудов 1С. Блин, да, там 1С, но не в том плане, в котором ты думаешь, что 1С доля в моем складе. И меня, как я собеседовался на Head of Development в компанию, которая называлась 1С Start, и у них, короче, в вакансии пять раз было написано, что на 1С писать не надо. Это просто у нас такое название. Типа, вот так. Ну, да, это, на самом деле, тема для обсуждения. Типа, стоит ли делать, как другие модные компании и выделять программистов в, типа, специальные техно-бренды. Петрович Диджитал. Ну, да. Петрович Диджитал звучит уже не так страшно, как тот. Нет, все еще страшно, все еще очень плохо. Тех Петрович. Ну, вообще, типа, если бы JetBrains назывался Петрович, то в нем все равно было бы круто работать. Я не уверен в этом. Они бы столкнулись с теми же проблемами, что и я сейчас. Мне нужно объяснять людям, что, типа, мой склад – это круто, работать тут можно, технологии прикольные, в общем-то, люди хорошие. Мы не храним велосипед. Когда ты работаешь в JetBrains, у тебя такой проблемы уже нет, ну, по многим причинам. И продукт направлен на тех же, кого ты донимаешь. Это, на самом деле, очень большой плюс. В найме тебе не нужно ничего доказывать. Вот. Потому что, как бы, мне надо всегда объяснять, что, типа, мой склад, вот, помогает конкретным людям. Вот ты идешь, купил себе мороженое, там будет мой склад. Мой склад, вот, типа, лично на твою жизнь влияет. Ты можешь этого не знать, но это так. Покурил кальян, это, на самом деле, самый большой рофл в моей работе. Это то, что мой склад очень популярен у кальяных. Я не знал, как так произошло. Скорее всего, из-за того, что очень удобные функции. Там есть несколько фишек, которые именно к кальянам заходят. И реально, ты можешь прийти в кальянную, там будет мой склад. Я долго удивлялся этому. Это забавно. Слушай, а разработам не насрать на это? Ну, где это используется? У кого-то популярно, что это вот людям нужно? Смотри, я специально в Твиттере спрашивал, чтобы понять. И как оказалось, ну, типа, опросы, ответы, то, что я вижу на, как бы, опросах внутри компании, людям важно, что их продукт это не какое-то дерьмо, и что он помогает, ну, типа, конкретным людям. Если ты работаешь, не знаю, в банке и выдаешь кредиты, то, как бы, у тебя нет ощущения, что ты делаешь мир лучше, ты выдаешь кредиты. Особенно, если это Сбербанк. Ну, типа, мне не очень важно, чтобы продукт был нужным, но мне капец, как важно, чтобы он настоящие деньги зарабатывал. Меня бы бесило ощущение, что деньги из воздуха, ну, мой склад, он делает деньги, типа, он их зарабатывает, он кому-то что-то автоматизирует, и поэтому здесь образуется бабло настоящее. Когда работаешь в Сбере или в какой-то еще более государственной компании, ты просто налоги у людей забираешь и кладешь себе в карман, и ты ничего не производишь. Это пугает. Тут можно, скажем так, подискутировать немного, потому что все же у Сбера есть много полезных функций, я тоже им пользуюсь, в общем-то. Я не говорю сказать, что, типа, я ненавижу, типа, Сбер как продукт. Мне не нравится, как там устроена работа. Продукт мне окей. Я пользуюсь, в общем-то, у меня претензий нет. Есть более сложные кейсы, вроде ставки, типа, казино, микрокредиты. Микрокредиты, это полный трэш, люди там работают. Казино, ну, как бы это и игры, и вроде бы, ну, гэмблинг. В общем, тут серая моральная зона. Игры матч-3 тоже самое абсолютно. Вот у меня они в голове, не отличаются от казино ничем. Это хороший поинт, но все равно это несколько приятнее, чем прям настоящий. Ну вот, оно еще и спрятано под какой-то там обложкой. Ну, из-за того, что оно спрятано, с этим полегче. Оно из-за того спрятано, да. Ну, типа, у тебя же как, вот есть прям цепочка, у тебя есть микрокредиты, которые, ну, полное дерьмо. Есть ставки, которые, ну, типа, дерьмо, оно уже не так воняет. Дальше идет гэмблинг, который, ну, типа, уже можно смириться, что это прикольно. Там покер, покер вроде всем нравится, уже не так страшно. Дальше у тебя уже, вот, идет, наверное, банк. Банк тоже, ну, как бы, но сойдет, в общем-то, банк и банк. Что такого. Вот ты говоришь, что ты проводил опрос по поводу того, что программистам важно. И люди пишут, что им надо, чтобы там крутые люди работали, чтобы продукт был важный и так далее. Но на самом деле, я думаю, что это вопрос культуры, что у нас не принято говорить, что тебе, блядь, нужен мешок денег. И я думаю, что если у тебя хреновый HR-бренд и технический бренд, если ты там условный сбег, который принято хейтить, ты такой, ах, хорошо, а мы будем платить не 300 тысяч, а 800. Вся индустрия встанет и придет к тебе. Так и было. Потом уперлись в потолок. Потому что, ну, у тебя в какой-то момент у тебя все равно деньги начинают заканчиваться. Возврат инвестиций становится не такой классный. Ну, то есть, жаловались же, я не знаю, сколько-то года, тоже 3-4 назад это было, может, даже чуть побольше. Типа, все HR-ы плакали, что, типа, Сбер вскупил просто весь рынок. И такое происходит периодически. Я сейчас, это, ладно, я не буду рассказывать, типа, самый старый прикол, но давай расскажу. Значит, была одна, типа, компания, которая считала, что она платит, типа, больше всех на российском рынке, а потом пришла другая и заплатила, типа, раза в 3-4 больше. И просто половина встали и ушли к конкуренту. Это, это даже не IT. И такое происходит, оно происходит, ну, раз в 5-10 лет оно случается. Такое было со Сбером, ну, то есть, реально, типа, из других компаний встали, все ушли. Вот, и я думаю, ну, скорее всего, так было, когда Alibaba пришла в Россию. Они тоже резко, типа, получили кучу людей. Вот, и я думаю, еще когда-нибудь случится на нашем веку. Ну, в Яндекс и JetBrains, они же не деньгами за маленькие. Они идут за деньгами в Яндекс и JetBrains. Они знают, что там маленькие зарплаты, а еще они знают, что через год работы там ты пойдешь на очень большую зарплату. Типа, это так работает. Ну, тут с Яндексом интереснее. Ты либо для галочки туда идешь, либо ты идешь, чтобы дорасти до опционов. На опционах там уже начинается очень хорошо все. Но не в первый год. А серьезно, кто-то дорастает в Яндексе опционов? Такое возможно? Да. И даже, кажется, не так сложно. Они же в самом вот по принципу маленьких стартапов внутри большой компании работают. Насколько я понимаю. Знаешь, как в любой крупной компании. Тебе, если повезет, ты зайдешь на прям понтовый проект, который хорошо растет, ты через 5 лет растешь до опциона, у тебя будет неплохая зарплата. Вообще, по рынку будет неплохая. Тебе даже не будет смысла особо менять работу из-за денег. Ну, так, мои знакомые, которые идут в Яндекс, они реально прямо так считают, вот год поработаю, поеду в Google нахер отсюда. Типа, вот так. Хотя, Google наплевать, что ты в Яндексе работаешь, но есть даже не то, что имя там, а то, что уровень технически высокий требуется, научишься проходить эти фангольские сбеседования и так далее. Давай так, то, что в Яндексе хороший технический уровень, типа, не спорит никто. Типа, когда ты приглашаешь человека из Яндекса, то у тебя, по крайней мере, есть уверенность, что технически у него все будет хорошо. В этом плане... С другими компаниями это, к сожалению, не так. В этом плане очень забавно со Сбегом, что там есть суперкоты технические ребята и суперсложные собесы, а есть вообще просто случайно залетевшие туда на гигантских должностях и вот так вот. Это очень странно. У меня на паре мест работы был просто блок на людей из Сбера, потому что, знаете, его просят много, умеют мало. На хорошего шансы попасть не такие высокие. Я понимал, Влад тоже в Сбере работал. А, ну ты знал чуть больше, наверное, о чем. Ну, как бы я как-то hands-on experience, как говорится. Один из моментов, о которых я честно говорю, я тупой. Ну, типа, все самые классные реплики мне придут через полчаса, как мы закончим, типа, а вот тут я бы Филу, типа, ответил, а вот еще бы это рассказал, и это, и такой, как же так? Ой, вот эта фигня с упущенными возможностями, это нормально, типа, у всех так. Все равно обидно. Они, знаешь, они же иногда упущенные, типа, вот прям, я бы мог сказать секунду назад что-нибудь более умное, но спизднул какой-то херни. Вот, и это постоянно. Или, вот тут у меня, знаешь, был красивый поток мыслей, но потом я задумался, и, короче, я такой сижу, и все слова забылись тоже, и, в общем, тоже очень плохо. Вот от этого не деться никуда. Есть спасение, я, например, наши подкасты просто не смотрю, чтобы об этом не помнить, а из-за того, что их много, я забываю о том, как я облажался и как я что-то упустил. А мне приходится их переслушивать. Да, тебе не повезло. Тяжелая профессия. У меня с интровертностью связан с очень странной какой-то подвид синдрома самозванца. Потому что из-за того, что я интроверт, я очень много молчу, а как-то вот я не знаю, откуда взялся этот стереотип, у меня со школы еще за мной ходит куча мифов, что из-за того, что я молчу, кто-то говорит, что, наверное, он умный, или, наверное, он высокомерный, или, наверное, он что-то еще. А типа я сижу, и у меня просто пустота в голове. Там просто ничего нет. Ну, то есть, я не таю какое-то слово. Просто как Джо из друзей сидит. Я просто сижу реально. И также, типа, знаешь, вот в Твиттер писать, да? Типа у меня нет каких-то кучи мыслей, которые я бы такой, нет, я просто не буду это писать, я такой сижу просто. Прикольно люди пишут. Но лайкать я не могу, потому что я стесняюсь. Типа они увидят, что я лайкнул, такой, оу, 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 и они заметят. Но ты наполовинку умный, это тоже неплохо. Вот если бы ты был, типа, совсем тупой, ты бы писал вообще все что угодно в Твиттер, и потом страдал. А если бы был, типа, супер тупой, то страдал и говорил, типа, нет, это не я херню написал, это все остальные виноваты, потому что они мрази. Да, что-то такое я узнаю в ком-то из тех, кто здесь есть. Блин, реально бывает, написал что-то, с чем сам не согласен, с тобой начали спорить, такой, нет, это вы, пидорас. Я прав. Хотя ты сам не думаешь так. Блин, это как бедолаги, которые напишут какую-то херню, а ты их ретвитнешь со злобным комментом, и к ним приходят сотни человек их критиковать, а они же, типа, у тебя маленький Твиттер, ты привык, что можно, ну, в целом, все, что можно, угодно писать, потому что всем плевать на это. И, блин, так себя тоже плохо чувствует, это. Стипа такой, а, смотрите, херню сказала. Она сказала херню, видели, я заметил. Прошиву все это. Ну, вот, кстати, так я иногда, вот это я себя останавливаю делать. Вот этого я не делаю специально. Потому что, да, стоило там один раз делать, я такой, господи боже мой, посмотрите на этого мудака. Перестань так делать. Ну, кстати, есть еще фил на максималках, как-то это, или наоборот, как бы, фил это такой Егор на минималках. Какой Егор? Бугаенко. Все обожают Егора Бугаенко, потому что он, он специально так пишет. Как бы, наполовину он так считает, но он всегда любит обострить. Угу. Он даже объяснял, почему так делает. Да, слушай, мы ездили к нему в гости, я вот вообще, я, мы с ним разговаривали два раза, один раз созванивались, другой раз в гости ездили, я так и не заметил никакого вот этого страшного, злого Егора, которого я ждал. Ну, да, да, я, я тоже, как бы, поменял к нему отношения после того, как, ну, самое обидное, что мы не пересеклись, мы, короче, были на одной конференции, но я тусил с другим Егором Толстым, а рядом был Бугаенко, я тупо к нему не успел, очень обидно. Не того Егора выбрал. Да. А я тоже к нему, как бы, очень осторожно относился, когда, типа, впервые увидел, я думаю, какой-то, типа, стрёмный мудак просто, как, как можно быть таким? Его постепенно, когда я его узнавал, моё отношение менялось. Это отчасти, почему я, как бы, стал менее агрессивным в целом в Твиттере, потому что это закрывает тебе, скажем так, ну, ты сам себе закрываешь общение вроде бы с интересными людьми, но которые могут специально вот так делать. Вот ты, Влад, вот ты, насколько иронично, делаешь такие, типа, заявления, ну, не заявления, когда ты говоришь, типа, оу, я сижу дома, хочу быть скучным и бухать. Полуиронично, ну, как бы, половина ситуации, давай так, я сижу дома и только бухаю, ну, как бы, это констатация факта, потому что, ну, типа, так и есть, но это обстоятельства. Я бы с удовольствием ходил, бухал на конференции, просто, ну, как бы, я супер, как-то, риск аверс, если бы я не был рисковерс, то я бы до сих пор занимался бизнесом. Я очень не люблю рисковать, как бы, даже, типа, с вакциной ходить на мероприятия, даже если бы я сейчас вакцинировался, я бы никуда не ходил, потому что, ну, как бы, все равно это очень стрёмно. То есть, правда, где-то посередине. Я, с одной стороны, действительно, не очень люблю это дело, с другой стороны, у меня есть вполне реальные опасения. Ну, хорошо, а когда ты, например, там, не знаю, что-нибудь в твитере пишешь, так, займусь-ка я деградированием и буду деградировать недельку. Ну, это как-то вот не клеится с тем, как ты говоришь вот про хорошие компании, хорошие собеседования, культуру работы, дружелюбие. Это называется гиперболизация. Под деградированием я обычно имею в виду, что я, типа, запущу дискоэлизиум и буду, типа, с утра до вечера в него гонять. Какое же это деградирование? Вы что? Да ладно, ладно, успокойся, не буду я про него разговаривать. Давай не будем говорить про дискоэлизиум. Он очень... Я его достал уже этим. Тёма просто какой-то этот ебейший фанат дискоэлизиума. И я... Давайте про дискоэлизиум. Я, короче говоря, я пришёл его 8 раз, сейчас я прохожу 9, потому что я хочу отыграть на хардкоре идеального копа, короче говоря, ни разу не обидеть Кима. Так это же невозможно. Типа, не брать взяток, всё решать, в общем, хочу прям по максимуму. Вот. Это моя цель на ближайшие дни. Нет, я не могу так, я так не могу. Представляешь, на прошлый подкаст к нам приехали чуваки из Москвы, да, и Фил с ними пошёл выбить пивка, а я не успел приехать. И этот козёл подговорил их, пацаны, засирайте дискоэлизиум, Тёма взорвётся. Мне пришлось, блин, вырезать полчаса из подкаста. Он просто вырезал, то есть они его на обе лопатки уложили, объяснили, ничего не так с дискоэлизиумом. Он просто взял, вырезал это из подкаста. Такого не было. Сидел тут, орал просто полчаса. И такого тоже не было. А зачем тогда ты это вырезал? А ты, потому что ты не знаешь, что там. А я просто не хочу, чтобы про мою любимую игру несли какую-то чушь некомпетентные люди. Дискоэлизиум идеален. Тут ничего не скажешь. Единственное, что там плохо, это программисты. Программисты всё, как бы, всё засрали. Потому что игра глючная. Вот если программисты были хорошие, вот вообще было бы просто. Да программисты вообще во всём виноваты. Вечно всё засирают. К сожалению. Неиронично это говорю. Это реалии геймдева, потому что, типа, все самые хорошие программисты не в геймдеве работают. Как бы, а те, кто остаются, они херачат просто сутками. И получается богованная хрень. Типа, возьми последние крупные релизы, киберпанк, богованная хрень. Ну, типа, игра сама, ничего, они просто её испортили тем, что она богованная. Ну, я их защищаю просто. Я очень им сочувствую из-за того, что так получилось. Виноваты топ-менеджеры? Короче, какого хера они до этого довели? Да хрен знает, но это слишком сложно, чтобы найти кого-то одного виноватого. Да. Почему слишком сложно? Топ-менеджеры по определению виноваты. Ну, приходишь такой, кто у вас здесь самый главный чувак? Я готов понять, что, типа, решение релиза, может, было неправильное, и, наверное, его принимали они, но они принимали решение релизить плохую игру, которую кто-то сделал, и там уже, как бы, их вывинения вообще в этом нет. Ну, она есть, но она такая же разделённая между всеми. Слушайте, её починили, насколько я понимаю, буквально за два месяца несколькими патчами. Её ещё не починили. Ну, не настолько страшно, что... Ну, люди вон до сих пор воняют, что у неё невозможно играть. Я-то в неё вообще играл почти сразу после, там, через месяц после релиза, и нормально не было. И детей было, да, всё. Не было ок. Потому что они засорили консольную версию. Типа, версия на ПК, она была ещё куда-нибудь... Я играл на старый PS4, на самый первый. Даже не... Видём повезло. Вмщался очень больно... Ну, гораздо сильнее их ненавидели, чем они этого заслужили. То есть, слишком много хейта. Это уже... Мы переходим к геймерской культуре, что, типа, геймеры всех ненавидят. Потому что пидорасы они все. Была в Твиттере, типа, шутка, что... Как это... Блин, я забыл её. Ну, короче, суть сводится к тому, что там пытаются чувака винить там в расизме, мезогине и прочем. Говорят, нет, я просто геймер. Я не расист, я геймер. Мне нравилось это. Кто-то написал расширение для браузера, чтобы на сайте ДТФ ко всем заголовкам добавлять геймеры в ярости двоеточие. Или там, или в конце что-то вот там заголовок идёт, да, потом точка геймеры в ярости. Типа, на всё они в ярости. В их защиту... Ещё должно быть сто пятьсот шуток про Ели Стратова. Вадим, привет, если ты досмотришь. Блин, а так тогда, ханя, ты же вот этот главред ДТФ, да? Да. Я про ДТФ не знал, я много читал ТиДжей, а потом, короче, на ТиДжей был пост про него, и там его твиттер. Я ещё жил в том мире, где так не делают, и типа, у него в твиттере было подписано «хорошие знакомые твоей мамаши». Это ваш главный редактор, что с вами не так? Типа, блин. У меня заканчивается время, что я думаю, надо сворачиваться. Давайте сворачиваться, нет проблем. Мы как раз закончили с Диско Элизием, это, я считаю, идеальное завершение подкаста. Тёма, весь подкаст, на весь подкаст его размажет. Смотрите, он будет включать, короче, где-то говорить, что это идеальная игра, после каждых пяти минут, чтобы... Да, Диско Элизием величайшая игра, обязательно у меня все, поиграйте в нее все. Всё. Да. Ура. Ура.